Привет, мы уже думали с Максом, что одни полетим. А мы думали, где вы? А там сидят. А полетели мы выступать на международном турнире Кубок Дитятина в Санкт-Петербург. Макс, это опять рэпер? Вот заселили нас в гостиницу в четырехместный номер. Меня с Максимом, Мишей и Егором. Блинчики, сгущенка, запеканка. То же самое. То же самое. Черт, кто из нас выступает? Ха-ха-ха-ха. Я не опробую. Ну, Миша отмазался правильно, потому что первый день у нас был опробование. Мы опробовали снаряды. И потом пошли погулять на колоннаду Исаакиевского собора. Как ни странно, за все наши поездки еще не все там были. Вот такая лестница. Длинная, неплохая подкачка ног. Отличный вид открывается на весь Санкт-Петербург. Круговая такая панорама. Была немножко ветрена, но она того стоила. Красиво. На пути к следующему пункту нашей культурной программы мы увидели памятник городу Челябинску. Кто не знает, на гербе Челябинска верблюд. И вот ребята нашли родное. Следующий пункт программы. Главный штаб. Выставка Роберто Матта и четвертое измерение. Художник-сериалист. Очень интересные картины. До 30 июня, кстати, выставка. Сходите. Картина называется ссора. Ссора влюбленных. Ты, если что, фотку кидаешь и все. Если будешь ссориться. Как тебе картина? Огонь. Огонь. Че? Это то, что происходит в голове аналгебрия или геометрия. В принципе, на всех уроках. Это мозг. Картина называется пилигрим. Сомнения. Как вам картина? Огонь. Крутые. Вон там. Угу. Тебе как картина? Я не знаю. В целом. Какая-то понравилась? Это все похоже на четвертое измерение. Это все похоже на четвертое измерение. Надо тебе будет репродукцию найти. Хотя бы открытку. Картина называется пара. Я пришел добавить с этой картины. Моя любимая картина. Мама. Я пришел договориться. Ну и переходим к самим соревнованиям. Это день финалов. Многоборье мы не снимали. Там особо ничего интересного не было. Самое главное, что мы квалифицировались в финалы. Это традиционный международный турнир. У нас их два в России. Собственно говоря, приезжают на Кубок Воронина в Москву. И Кубок Дитятина. Вот. Это финал у юниоров на кольцах. В него попал Максим. И сейчас он будет делать свою комбинацию. Крут. Подъем махом в горизонт. Ноги врозь. Каждую статику надо держать не меньше двух секунд. Дальше большой оборот назад. Большой оборот вперед. Это элементы называются Янасон Ямалаки. И подъем махом в угол. То есть, такие как двойные сальто углом и в группировке. Угол показал Максим. Дальше делается спичак. Ноги врозь. И готовится к соскоку. Соскок двойной сальто назад. С винтом выполнены доскок. Хорошо выполнил свою комбинацию. Стал вторым. Ну и для сравнения. Пока мы ждали следующего финала. Решил вам показать. То, как выступают на кольцах уже не юниоры, а сеньоры. Это гимнаст из Пензы. Сейчас будет делать. Смотрите. Переворот назад. Перезонт. Ноги вместе. Очень сложный элемент. Дальше. Опускание через крест. И переворот назад в самолет. В общем-то, юниорская программа от программы сеньоров отличается именно такой силовой комбинацией. Подъем разгибов в самолет. Маховая часть, техническая часть, она такая же. Вы видите такие же элементы Янасон и Ямаваки, но заканчиваются они уже в серьезные статические элементы. Горизонт ноги вместе. Опускание через вес сзади в крест. Вот. Поэтому основная задача перехода с юниорской гимнастики в сеньора, это выучить такие элементы. Это Хонмав крест. И дальше. Подъем махом назад в стойку. На большой оборот вперед. И сейчас он будет готовиться к соскоку. Гриша. И двойной назад швингом. По прямым телом. От Максима. Еще одна интересная комбинация на кольцах. Если первый гимнаст занял первое место, которое вам показывали, а сейчас третье место. Но вот сможете сравнить то, что делают гимнасты. Обратите внимание на первый элемент. Выход по прямым рукам в горизонт ноги вместе. Очень сложно. Дальше мы видим переворот в самолет. И подъем махом в горизонт ноги врозь. Дальше идут маховая часть. Магинасон. И подъем махом назад в самолет. Дальше опускание через визу. Сзади в крест подъем. Тоже самое Хонмав крест. Чуть-чуть не додержал. Максим Хадыкин, кстати, из Смоленска выступает. Подъем махом назад в стойку. И ворот назад чуть-чуть ловит в стойку. Отчасти поэтому и поменьше оценка. И так же заход волнуется прямым телом с винтом. В общем мощная такая комбинация. Интересная у Максима. Но выполнена чуть-чуть хуже. А тут вот мы видим Ксению Клименко. Это Ксения выступает за Сургут. Она уже в основном составе сборной России. Но так как она давно выступает на Уральском федеральном округе. В общем-то поэтому я за ней слежу. Мне очень нравится эта гимнастка. Она очень талантливая. Посмотрите какие вот элементы она выполняет на разновысоких брусьях. И очень нравится ее отношение. Очень всегда она стремится к победе. Так ну и здесь мы видим выступление Егора в финале на опорном прыжке. Егор квалифицировался в этот финал. И смотрим. В финале на опорном прыжке нужно показать два разных прыжка. Вот мы видим Егор сделал с рандата. Винт назад прямым телом. Неплохо по фазе полета, но с шагом в приземлении. И теперь Егор должен показать прыжок другой структурной группы. То есть уже не с рандата, а с переворота или с рандат пляка. Егор делает полтора сальто углом. Или полтора сальто согнувшись. И выполняет четко доскок с хорошим раскрыванием. И занимает в этом финале первое место. Ну и пока мы ждем следующих финалов у моих ребят. Посмотрим комбинацию Ксении Клименко на бревне. Очень у нее насыщенная, интересная комбинация. Напоминаю, что бревно вот такой достаточно тонкий снаряд у девочек. И всего шириной 10 сантиметров. Ну и в общем-то посмотрите, что на нем можно делать. Все вот эти прыжки в шпагаты. У Ксюши интересная, насыщенная комбинация. Разнообразная. Маховая сальто, планш назад. Тут она еле-еле удержалась, но обыграла. За это, конечно, сбавки. Но посмотрите, она прям пытается удержаться из последних сил на снаряде. Дальше арабское сальто. Представьте, какая точность нужна для того, чтобы сделать сальто и встать на что-то шириной 10 сантиметров. Вот если по рельсам ходили, то примерно оно так же. Ксения делает не только элементы, но и соединение этих элементов, что дает повышение базовой сложности. Смотрите, тут переворот вперед, сальто вперед. Не просто сделать на вольных-то упражнениях. Это третий взрослый разряд. Тут она делает на бревне. А вот то, что иногда случается. Очень такое неприятное, жесткое падение. Но гимнастка, посмотрите, проявляет какое мужество и доделывает свою комбинацию. Хотя видно, что ей очень больно, зрители ее поддерживают. Но комбинацию надо закончить. И это, конечно, остался соскок, но очень-очень тяжело. Винт назад она исполняет и хорошо даже приземляется. Смотрите еще раз на это падение. Но скажу, что все в порядке, никаких серьезных травм она не получила. Сейчас мы смотрим финал у юниоров вольных упражнениях. В этот финал прошли все три моих спортсмена. И начинает его Миша. Два с половиной винта назад, половинка вперед. Точное приземление. Входит в угол. Следующая связка у него. Бланш вперед. Два винта. Не очень точное приземление. И шаг. Дальше неакробатическая часть. В вольных упражнениях гимнаст обязан показать акробатику назад. Вот это у Миши была первая связка. Акробатику вперед. И также неакробатические элементы, которые он сейчас делает. Это спичак со шпагата. Стойкой силой согнувшись ноги врозь, если по грамотному. И дальше параллельный угол. Или угол манна. Так называемый. То есть некоторые элементы называют по имени тех, кто впервые их выполнил на международных соревнованиях. Ну, это, кстати, непростой элемент группы С. То есть дающий три десятых. В общем-то, хорошая надбавка в базовую сложность. И концовка у Миши Рандат Фляк. Два винта назад выполнена в досках. Достойно Миша выполнил свою комбинацию. Следующим мы видим комбинацию Егора. Начинает он с акробатики вперед. Два винта вперед. Винт вперед. Связка. Когда на вольных есть связки соединений сложных элементов. Как, например, два с половиной винта. Это группа Д. И если сразу потом в отскок делать следующий элемент, то дается надбавка в одну десятую. Вот и у Миши, и у Егора вот эти связки идут. И помимо стоимости элементов добавляется еще одна десятая. Дальше Егор делает из неагробатической части русские круги. Это тоже группа С. И потом делает спичак ноги врозь с угла вне. Это группа Б. Теперь ему осталось уйти обратно в угол. Гимнаст на вольных упражнениях должен задействовать все углы ковра. И концовка такая же, как и у Миши Рандат Фляк. Два винта и тоже в досках. Отлично выполнил Егор свою комбинацию. Пока не говорю оценки. Места, которые ребята заняли, можете сами сравнить. Кто, с вашей точки зрения, сделал лучше Миша или Егор. У них базовая сложность одинаковая. А вот у Максима чуть-чуть попроще. Вы видели, что первую связку он сделал не два с половиной винта, а полтора винта в половинку. А во второй делает он связку не с двумя винтами, а с полутора. Но выполняет их точно в досках. И украшения, скажем так, комбинации Максима, где он чуть-чуть добирает сложности. Это вот круги до лосала. Он делает противоход, выход в стойку, опускание в шпагат. Это группа D, это сложный элемент считается. И вот здесь Максим чуть-чуть добирает то, что у него попроще акробатика, чем у Миши и Егора. Дальше такой же печат, который сделали ребята. И такой же угол, как у Миши. Параллельный угол группы С. А у Егора было вот эти три русских круга, которые мы видели. Это тоже группа С, поэтому здесь ребята одинаковые. Одинаковая база. Чуть-чуть проще акробатика у Максима. И концовка такая же. Рандон фляг. Два винта с небольшим отстоком в одну десятую. Вот. Но справился Максим тоже со своей комбинацией. И вот вы видите распределение мест. Егор занял третье место. 13.0 его оценка. Второе место у Миши. 13.05, как вы видите, не очень рад тому, что занял лишь второе. И первое место занял Максим с оценкой 13.1. Вот такой вот хэт-трик получился. Купили билеты до Москвы. Егор едет в Челябинск, а мы едем дальше на сбор на круглое. Приятного аппетита. Спасибо. Спасибо. Спасибо подписчику, который прислал нам. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok. Я буду сахаром. И давайте... Итальяну. Ходим? Нельзя тебе... А... Я не знаю. Давайте горячий шоколадный. Все, помешали. Ну, давай. Пробуй, Зайкер. Попробуй. Ты тоже Зайкер попробовал? Вкусно. Вкусно? Да. Ну, ладно. Давай. Приятного аппетита. Ты медовик свой. Хотел поменьше. То есть поменьше поменьше. Вот она. Классика. Культурная программа продолжается. Обзорная экскурсия у нас по рекам и каналам. В общем-то, неожиданно у нас получилась эта экскурсия, потому что подписчик, один из подписчиков, нам прислал денежку. Он сказал ребятам на пиццу. Пиццу, какую вы видели, мы поели. Не только пиццу, но и кофе с десертом. А потом у нас еще остались деньги. И было время до поезда до Москвы. И вот мы еще смогли съездить на экскурсию. Так что спасибо большое. Ух! 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 Ух- Ух- Продолжение следует...